Еще кратер на мою тему, вот эти, когда вешай нас, давай, и вот покажешь лицом, да, 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 вообще всегда. Серьезь, молодец. Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Маршал Савчук, сегодня мы находимся в GM Gym. И встретились мы здесь с одним из самых известных российских бойцов, Сергеем Хамдошко. Приветствую, Сергей. Приветствую. 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 Я знаю, ты начинал с техники каратэ, каратэ это в первую очередь удары ногами, потом серьезно занялся рукопашным боем, руками, боксом. Скажи, вот сейчас у нас сложилась такая ситуация, виденоборство, что постоянно выкидывают одиночные удары ногами, постоянно ломают себе суставы ног об эти блоки, их становится видно, да. Как прятать удары ногами и как вообще связывать руки с ногами, как это делать вот по твоим рекомендациям? Так, здравствуйте. Сегодня мы разберем, как соединять руки с ногами. Это очень важный аспект, потому что даже работая с ребятами на спаррингах, есть много бойцов, которые отлично бьют руками, отлично бьют ногами. Но когда надо все соединить, то начинается, забывают, что они умеют делать это все вместе и либо бьют жестко ногой с разбега, который удар виден, либо только руками. Это очень важный момент. Я, когда пришел с каратэ, у меня были хорошие удары ногами и я еще ходил на бокс. Удары каратистские, то есть в основном через колено и сверху, снизу, вверх, правильно? Да, но у меня тренер такой был, знаете, он сам каратист, жесткий аж хара каратэ, он прям там с детства в кимоно ходил, занимался. Но он такой был, приверженный свешенных стилей. Мы выступали и по ушу, и по рукопашному бою, поэтому он там не учил вот такой вот жесткой, раз, вывернул, повернул. Били больше, не знаю, левшу встань, вот, больше со стороны. Да, он, конечно, сначала заучил, но этого не требовалось, поэтому я больше привык. Для тайского бокса больше характерно, каратисты чаще снизу бьют. Да, но просто в смешанных стилях вот так вот бить это очень долго, скорее всего это будет прихват, потому что мало кто будет стоять и принимать удары. Это когда ты уже, если попал, человек плывет, то ему еще жестко сверху дал. Вопросов нет, да. Либо если вы уверены в своем партере, вы там крутой джиу-джитсер, да, вы можете вот так вот дать ему, вас переведут, там поймают, ничего, вы снизу еще накроете. Как известно, Рич Клементи пробивал ногой в голову, чтобы ее захватили, и он мог взять оттуда гильотину. Вот фирменная фишка была. У всех свои. И как все-таки связать, то есть, соответственно, чтобы я не прихватывал, чтобы я не бил навстречу, что мы делали. Ну, изначально вообще классика, которую я проходил, я просто вставал на мешке и работал с креста, это все в тайском боксе у них не та отработка есть, это там правая рука, левая нога. В любом случае, если вы хорошо попадете рукой, либо заставить человека поверить, что вы будете бить рукой, все равно он будет думать о защите головы, и ручки будут здесь. Поэтому уже меньше вероятность, что человек поймает ногу, а тем более защитится. Тем более, если вы попадете рукой, в любом случае, немножко человек сместится, и уже он не сможет поставить щит. Поэтому, вот по классике просто рука, бум, нога, либо боковой, раз, бам. Я вот так вставал после тряпки на мешочке, потому что я был каратист, бил ногами, и на бок сходил бил руками. И чтобы это все заединить, я вставал просто и по полчаса делал рука, нога, потом я добавлял двоечку. Я бил раз, два, бум, нога. И потом три. Раз, два, три, нога. А это все до автоматизма, это классика. Это все знают. Но если вы будете бить хорошо классику, то потом любые вещи вы сможете на это добавлять. Потому что сразу учиться там стилю петиться тяжело, когда у вас нет базы, да? Вот. Но потом уже мой тренер Александр Сидори начал приучать меня к ударам одноименной. Вот с одноименной стойки. Вот, например, мы встали. Также рука в голову. Пум. Внутренний лол. Здесь очень тяжело защититься, потому что мало кто ждет после левой руки левой же ноги. Вот мы встали. Пам, пам. И аналогично также получается то, что мы можем здесь сработать вниз и сразу доработать рукой. И сразу, да, мы раз и бам туда. Потому что после внутреннего лоукика в основном человек, когда пропускают, он пытается сразу ответить. Потому что когда человек пробивает лоу, он остается на дистанции, куда мы можем достать. И когда он идет к нам, мы бум, жестко останавливаем. В этом на самом деле. То есть только я, например, обрадовался, увидел лоукик и двум. Пам. Потому что, казалось бы, джеб, что там, 15 сантиметров, да, удар, движение. При этом мы фактически всем телом сносим. Удар получается очень жесткий. А если навстречу, то можно человека оставить. Да, в принципе. Особенно когда человек не ждет этого удара. Одно дело, когда мы закидуху делаем, человек напрягается. Даже если пропускает, он уже готов. Все равно, когда человек готов к удару, тяжело нокаутировать. А когда он расслободнее, он идет, думает только об атаке. Пум. Там можно хорошо садить. Также мне очень интересную тему показал Артем Григорьев, тренер клуба Варяг по тайскому боксу. Смотрите. Также с джебом мы кидаем раз джеб. Приучили два джеб. А на третий раз мы, получается, вместе с ударом руки подшагиваем дальней ногой. Раз. Сюда. И получается, у нас здесь уже нога заряжена. Мы можем либо в печень дать одноименно. Бум. Либо также в гол. Бам. Получается тоже. Кстати, да, очень интересно. Потому что после джеба я жду, что вот та нога будет выстреливать. Соответственно, я защищаю вот эту часть. Да. И даже вот если мы джебом дали, в любом случае, ручки чуть на голове. И корпус у нас свободен. Бам. Сюда. Одна. Раз. Два. Здесь паузы особо нет. Потому что мы одновременно шагнули. Нога свободна. Бум. Ударили. Очень хорошая тема, которая действует. Также вот если мы стоим в разных стойках. Правша-левша. Двигаюсь. Я могу так же дать. Бам. Раз. Печень. Два. Печень. И на третий раз. Бам. Бум. Сюда. Тоже это хорошая тема. Даже после удара. Сюда. Да. Удар. Либо на меня. Пошел. Бам. Пошел сюда. Я ударил. И бум. Еще раз. Ударил. И бум. Сюда. Также вот нокаут недавно на турнире Ахмат был. Парень дал ногой сюда. У соперника ручки опустились. Бум. И бам. Сюда. Получается я после удара в корпус опускается. Бум. Ну да. Как недавняя фантастика от Дэна Хендельсона. Когда ударил ногой. После этого раз. Промахнулся. И даже в обратную сторону. Сработал Локлен. Классику тяжело попасть. В любом случае. Надо либо это делать там. Очень классно. Что в любом случае. Как Краков. Бил одну Малаху. Но он и если пропадал то все. А сейчас снова выигрывают те кто что-то добавляет. Что-то придумывает. Вот. Вот. Я сам работаю. Краков Греблер. Краков Греблер. Да. Просто даже сейчас на тренировках. Я думаю ты сам по себе знаешь. Что. Когда ты встаешь с ребятами. Которые даже вот бывают мастер спорта по боксу. Но ты знаешь что он будет делать. И тебе немножко проще с ним. А бывает станет. Тут такой вот парень. У которого своя какая-то тема есть. Напрягает ужасно. Напрягает. И ты блин начинаешь подстраиваться под его рубку. Это ему ну это его тема. Выигрышная. И поэтому. Надо что-то добавлять. Всегда не чураться вот этого. Мне всегда казалось. Что от рубчиков проще всего дистанцировать ногами. Ну видишь ногами. Как правило. Люди которые работают вот так. Они редко прихватывают ноги. Ну мой личный опыт. Я конечно могу. Не вопросов нет. Но тут главное с рубчиком не ошибиться. С дистанцией. Потому что можно вот на дистанционном стане. Вот ты рубчик. Я тебя дистанцирую. И могу открыться. То главное чувствовать хорошо. На дистанции. Пам. Дать. Корпус. Корпус. Да. Но если ты ошибешься. Ты откроешься. Вообще. Насколько часто ты работаешь вот эти вот прямые удары ногами. И как ты больше рекомендуешь нас. Передние и задние ноги. В каких ситуациях. Как. На самом деле я очень вот эти типы боюсь бить. Потому что я на карате занимался. У нас часто ломали пальцы об локте. Но сейчас в последнее время я стал их работать. В основном ближней ногой. Когда человек вот там кидает двоечку. Прям. Сюда. Солнышко еще раз там идет. Бам. Сюда. Очень хорошая тема. И вот под правую руку. Под правой прямой. Вот боковой удар хорошо заходит. Вот стоишь. Бум. Получается если поймать на движение. Человек вот бьет. И корпус открыт. А когда ты бьешь. Ты не ждешь атаки. И поэтому ты. Можно на вдохе выдохе поймать и посадить. Я вот несколько нокаутов таких дел на тренировках видел. Вот. Алексей Махно мой товарищ. Мы этот удар вместе отрабатывали. Вот он на турнире тех крепок нокаутов победу одержал. Под правую ручку. Левый удар в печень. Ну тут главное не остаться ровно. Потому что борода открыта. Чуть и согнуть. А какие вообще правила. Вот именно на этом моменте. Да. По поводу корпуса. То есть. Тут же есть тонкая грань. По поводу того там где я завалюсь. И когда удара не будет. То есть если я сильно туда завалюсь. Все таки удар вряд ли будет сильным. Как это регламентируется. Ну здесь. Ногой да сюда бить. Да. Да в принципе главное ровно не остаться. Потому что. Мы открыты для удара. Да. Есть только ручками. Но тут зависит от того. Когда успели ударить. Потому что если вы только на первом движении. Можно жестко хлестко. Если уже ручка летит. То чуть отклониться. Ну немножко отклоняться надо. Потому что. Ваш удар может его не остановить. Вот что плечом. Вот плечо у вас было здесь. По сути вот я уже скажу по руке. В любом случае. Либо ручки либо плечо. Да. Ну тяжело конечно. Так руки идеально. Потому что все мы знаем как бить правильно. Но. Мы знаем что в бою это очень редко получается. Да. Чтобы там довернуть. Докрутить. Я общался с тайскими боксерами. Все вот да. Учат бить вот так вот. Но мне все три раз сказали. Ну бред да. Это как бы это красиво для картинки. А вот в основном ручки все должны быть здесь. Кстати многое из того что является классикой в тайском боксе. Например вот эти вот высокие щиты. Сейчас уже кажется пройденный этап. То есть многие уже отходят от вот этих высоких щитов более коротких. Ну вот такое да движение. Бам здесь. Благодаря этому сейчас и летят большинство травм. Да. Когда попадают непосредственно в колено. И ломают себе. Особенно если после сгонки. Да. Кости хрупкие. И ломают себе соответственно кости. Да. На самом деле очень страшная тема. Сейчас популярность набирают такие лоукики. То есть все привыкли что работаем верхнюю часть. Сюда сюда. А еще ведь также у нас есть лоукики по голени. Да. С внешней и с внутренней стороны. Именно по нижней части ноги. Ты используешь эти вещи? Если да то как? На самом деле эти вещи я давно не использовал. Вообще никогда так видел. Да. У нас в рукопашном бою я выступал. У нас вот сюда выседы были. Разрешались вот сюда вот сюда. Но я честно не видел толку в них никакого. Сейчас я съездил на сборы и прочувствовал на себя что эта тема рабочая. Потому что вот здесь у нас бедро оно все-таки набитое. Тяжело пробить. Надо чтобы были либо большая разница в уровнях ваших. Либо если попадать очень много. А в бою на высоком уровне никто часто лоукик не даст бить. Потому что там либо прихватят либо защитятся. А это интересно как скоростной прием или именно как подсечка? То есть как это лучше использовать? Или то и другое в принципе? Тут в принципе да. Как вы используете? Я вот на сборах видел Николая Алексахина. Использовал это именно как удар жесткий. Потому что он рос там чуть пониже меня. И он работал с высокими парнями, кто много двигается. Футворк. Он за ними двигался, двигался. И вот короткое движение вот сюда вот бил. На самом деле раз-два оно не чувствуется. Три. Особенно вот когда мы двигаемся. Вот в эту сторону начинаешь двигаться. Бум. Сюда. Да. Получается на встречу как раз. Да. Вот на движение ему сам получается. Потому что сместился, ударил. И уже на удар третий, четвертый ты начинаешь это чувствовать. И у тебя движение полностью перекрывается. Да. При том что здесь обычно у нас все набитое. А здесь то вряд ли. Икра. Да. Это икра. Здесь как бы ее тяжело вообще как-то набить. Я думаю это даже нереально. Если хорошо попадать вот в икру на движение, то тут и не защититься никак. Только если ногу убирать. Но если во время движения мы же не сможем ее на ходу поймать. Тут чувствовать бам момент. Раз дал. Два дал. Так же внутри по икре да можно бить. А как с ударами в голень? Здесь понятно. Здесь у нас мясо. Здесь травмировать собственную ногу никак нельзя. Можно ли травмировать ногу если мы бьем сюда? Или тут нет такой травматики как может показаться? Может быть да. Я вот с кубинцем бился. Получается я бил внутренний лолл кик. Он поднял. И получается мы голень в голень ударили. Ну такая неприятная вещь на самом деле. Тут уже 50 на 50 чья нога крепче. Здесь наверно лучше уже просто раскидывать как финт. Бам. И например с передней руки. Да. Вот здесь изнутри бить бесполезно. Отшибить вот эту игру. Потому что все таки здесь основная часть. И здесь на движение легче. Легче. Да. Поэтому вот бьем вот эту тему. Бьем. Здесь мы больше как финт. Раз два. Вот я с кубинцем так же бил. Я ему бил внутренний. Раз два. Видел что он чуть опускает руки. И на третий раз я раз и бам. С боковым. Бум. Я показывал что бью. Можно даже оставлять там ногу. Ну доводить. Не обязательно там останавливать. Раз и бам туда. Получается мы сами отталкиваемся от его ноги. С боковым. Ну на самом деле интересная тема, когда мы соперника по этажам раздергиваем. Потому что когда бьем все в одну точку, в одно место уже мы ждем чего-то. Да. Если мы там раз, два, три, четыре одноимена удары. Очень хорошая тема. Надо всегда сдваивать это. Федор Владимирович Вильяненко в одном из семинаров показывал то, что любую серию руками нужно заканчивать удары ногой. Насколько ты эту точку зрения разделяешь и как ты это используешь? Я вот сам тренирую. У меня спортсмены молодые. Я их тренирую. Я всегда приучал, что удар ногой надо готовить именно руками прыгать. Даже если вы не бьете там сильной рукой, но вы должны закрыть обзор там, да не знаю, ударить по этажам, чтобы человек не знал откуда идет удар. Мало кто всерьез использует вот эту вещь, хотя казалось бы классика. Перекрывать глаза. Даже вольники очень часто этим используют. Здесь раз перекрывают, там прихватывают ногу. В ударной технике как это делается? На самом деле, да. Тот же самый джеб. Во-первых, это недооценивает все джеб. Все думают джеб это как только удар. Надо попасть жестко. Но знают, что левым джебом тяжело кого-то выключить, то не так сильно к ним относятся как надо. Потому что джеб на самом деле это и удар, да, все равно хороший. Если вы поймаете на дистанции, я работал с ребятами, которые бьют жестко джеб и можно и в нокдаун отправить. Если вы знаете, когда его бить и как. Потом это чувствует дистанцию. Найти слабой точки. Как в боксе ищут. Нашел, левый достал, значит правый точно дойдет. Левый это прицел, прицелился, бам туда. Также это закрыли обзор. Даже если мы не сильно вот так вот по лесу сделали, в любом случае человек чуть магнет и защиту. Ну у нас рефлекс у человека там пропускаем удар. Если мы хотим ударить, я правильно понимаю, что мы всегда работаем вот сюда примерно. Зубы, нос, да. А если перекрываем, то мы получается работаем чуть выше. Ну в принципе вот да. Середина лица, в любом случае там еще плюс перчатка, то мы закроем обзор. Бам сюда, да, и уже здесь мы отсюда можем делать. И чтобы попасть с ногой, надо немножко вывести его из ренесси, оставить двигаться. И вот мы двигаемся, я раз туда, все, точно попаду. Потому что уже когда ноги в воздухе, он не может ее переставить. Надо закончить движение, чтобы начать новое. Поэтому да, двигаться постоянно. И чтобы приучать бить рука, нога, надо это до автоматизма дорабатывать. Надо прямо, вот как я рассказывал, перед треневкой. После встать. Раз, два. Раз, два. Сделать хорошую жесткую классику. И в любом случае, я просто одно время до автоматизма довел правой прямо левая нога. И потом бывало на спаррингах. Стоим, ближнюю дистанцию вошли. Вот здесь раз, два. Человек выходит на дистанцию. И на автомате нога вылетала. Вот мы устали с ним близко. Порубились на ближнем брове. Бам-бам-бам. Все, закончили. Он вышел. И нога. И получается, когда человек на выходе, он часто опускает руки. Потому что здесь опасность. Выходишь на дистанцию. Все, расслабились. И вот здесь левая нога часто доставала. Потому что… И голову тоже очень хорошо проходит, если это бить. Вот Марчин Тебура недавно приснул в UFC. Глухой нокаут просто положил. Александр Волков наш, тоже гератист. Выдающийся боец. Тоже клал нокауты. Да. Ноги, на самом деле, хлестко, жестко бить. Момент надо чувствовать. Поэтому бить, бить, набрасывать. Не надо там встать. Да, всю там силу в ногу пошел. Надо обманывать, финтить. Это как с печенью. Там не надо сильно попасть. Надо попасть на момент. На вдохе, на выдохе. Либо когда он вам идет. Проваливается. Бам. Либо также на выходе. Тан-тан. Он выходит. Легко кинули. Вот я часто использую удары. Вот сюда вот. Легко. Вот мы стоим, двигаемся с тобой. Я рука-рука. Пам. Он не жесткий, хлесткий удар. Это в том случае, если я стою на месте и ты поднимаешь мои руки? Нет, вот мы двигаемся с тобой. Вот мы просто двигаемся. Двигаемся. Пам. Вот такой удар. Он как шлепок больше. Я даже не делаю смены стойки. Жесткий удар. Он просто не заряжает. Да, мы просто двигаемся, двигаемся. И отсюда прям. Бам. Кидай. Либо вот такой удар снизу. Вот сюда вот прям. Солнышко в пузо. Они неприятные удары. И не факт, что там закончишь бой, но дыхание очень сбивается. И человек напряженный. Он так. Пам. Левая ножка обкидывает, потому что очень печень, работу в корпус синий недооценивает. Это важно. Ты любишь как бы перекладывать этажность ударов? То есть, например, там показал лоу, ударил в корпус. Используешь такие вещи? Я эти вещи не использую. Их хорошо Алексей Махной использует. И я на своем примере могу сказать, что очень классная штука. Я однажды оказался в нокдалне после такого удара. Очень классная тема. Он часто бьет лоу и сразу переводит наглую. Тут два варианта. Либо мы после лоу идем чуть на него, пытаемся рукой ответить. И он встречает. Либо на движении вперед он останавливает. Вот через раз. Либо остановил, либо у нас ручки опустились. Ловит. Потому что две ноги никто не ждет. Считал когда-нибудь там боковые удары ногами с прямыми? То есть, например, как делают некоторые бойцы, кто пришел с каратэ или тэквондо до лоуки, поставили постановку ноги и уже сработали пятки в корпус. Очень хорошая штука. Да, получается, если бью лоу раз, попал два, попал, на третий раз я промахнулся, ты на меня пойдешь. И тут останавливаем. Очень классная тема. Потому что, когда я иду человека бить, я не вижу, что он меня вот отсюда ударит. Да, в общем, ситуация, казалось бы, законченная. Я только кидаю. Получается, сразу получаю. Куда? Вниз рёбер, в печень. Куда попадете? Зависит от растяжки. Подняли ножку. Тут можно либо сюда, сюда, там солнышко, печень. Да даже просто, если вас остановить, уже в любом случае расслабляетесь. Да, потому что, когда вы идете, вы же не идете напряженный. Вы хлестко думаете руки, работают руки. Пузо открыто. В любом случае, вы не можете вот так вот идти весь напряженный. Очень классная тема. И часто ребята-борцы сандаисты делают. Они низко сидят. Только идешь атаковать, сразу удар это вылетает. Очень неприятный удар. И в плане психологии тоже такой прям. Ты сразу не знаешь, откуда следующий полетит. И ты уже лишний раз накидаешься с атакой. Поэтому вот эти вещи вообще надо использовать. Такие вот неприятные удары, финты вот эти. После ноги обманул туда, да, сделал. Классная тема. Также можно после правой делать. Есть вот после лоукика, там вертушки, да, уши в корпус. Также там сделал. Промахнулся, раз, правой. Либо с перешагом, сменой стойки. Раз, левой. Очень интересная тема. Мы постоянно рассказываем про техники, когда макучиваем лоукиками переднюю ногу. Уже разобрали все этажи этой ноги, все варианты. Работаем ли мы по дальней ноге? И как мы это делаем? На самом деле, это работа. Рабочие варианты. Я видел, как и дальнюю ногу отбивали, потому что никто не ждет ударов по дальней ноге. И она всегда меньше набита, чуть чем передняя. Потому что я вообще, вот как перешел в ММА, в копачный бой, я не видел, что кто-то набивал ноги. А на самом деле это очень важный момент, потому что в карате мы там чуть ли не каждый день вставали вот так вот кругом. И переднюю ногу соседу били, били. Потом меняли ноги. И голень накатывали, да. Голень, палочка накатывали. Это все стабильная тема, да. Поэтому задняя нога такая нормальная тема. Но для этого надо приучить к передней ноге. Там раз по ней дал, два по передней дал, бам. И потом с движением, бам, бум, сместился, да. Никто не ждет. Он вот, перекроется, всю массу тела перенесет на нее. Да, когда ты поднимаешь переднюю ногу, здесь вся масса тела. Он уже ничего с ней не может сделать. Поэтому показали, раз, бум, туда с движением. Именно прям можно в эту сторону чуть шаг влево, раз, бам. Даже не для уклона, а просто для того, чтобы мы двигаемся, мы двигаемся, я бам, бам, вот это движение делал перешаг, чтобы туда попасть. Потому что отсюда мы достать тяжелую ногу, а если мы сделали чуть шаг сюда, не в сторону, по диагонали, раз, бум, бум, туда скупились. Это будет все-таки дополнительная защита, потому что все удары нарабатываются сюда, а ударов вот таких не куна. Ну да, вот. Серьезно нарабатывает, да. Да, и тут мы еще плюс заряжаем удар от защиты. Это как при уклоне мы зарядились, бам, так и здесь зарядились, бам, накинули. Нормальная тема, особенно против стоящих соперников. Кто много двигается тяжело, а есть такой, знаете, стоящий либо борец, либо кто вот эти кидает, прям приучил, приучил, бам, бам, сразу вышел опять. Либо стойку сменил, бам, по дальней ноге. Вот мы даже стоимся на дистанции, я его могу отсюда достать. Хорошая тема. И если я, например, там тоже высоко поднимаю щиты, тоже выбивается дальняя нога. Да, вот мы раз показали, видимо щит делает, два щит и третий раз мы раз и бум, сюда. Здесь мы уже работаем по нижней самой части, потому что сюда попасть не успеем. Может быть даже и успеем, но вряд ли, потому что щит как бы мы сквозь не пробьем, а под щитом делать такое движение мы не сможем, но и тут легче выбить. А здесь мы как, больше бьем по ноге или все-таки выносим ее? Вот так вот на себя движение, да, получается. Раз и пытаемся вот таким движением. Можно ударить, но это, по своей практике я знаю, это будет вот так вот, он встанет. А если чуть вот подтянуть... В этом случае тогда нога заходит носком за ногу, верно? И движение идет куда, в какую сторону? Она заходит где ахилл примерно, на уровне ахилла, потому что здесь, ну, мы не выбьем ногу, потому что здесь бедура сильная. Вот примерно сюда заходит и тянет в сторону вот стопа, куда смотрит. На себя. Туда, да, вот в сторону стопы. Потому что на себя нам не хватит такого движения, а вот именно вот в ту сторону, куда смотрит сама стопа, сможем. Уже съем на счет третий раз, да. Два, и три. Уже съем на счет третий раз, да. Два, и три. Хорошая тема. Вот для таких вот, кто стоит, на одну ногу оперся. Особенно английские ребята. Уже отбитая нога. Кто стоит на этой ноге? Прямо под ней. Бум. Итак, дорогие друзья, сегодня с вами были мы, Маршал Савчук и Сергей Хандошко. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. А также приходите 22 октября на турнир ACB48 Revan, чтобы поддержать меня в бою против австралийского бойца Бенни Олви. Ваша поддержка нужна. Занимайтесь спортом. И реагируйте. Когда você tinha вонтаж, я jogал у Джеки. Одну секунду, я давал apertura на модели, передавал мою директор. Ай, если я давал захода, я привел парку у Джеки в руке, и наносил третий удар. Джеки. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok